Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня у меня для вас есть отличная новость. Недавно была издана книга международного гроссмейстера Евгения Кондрыченко и гроссмейстера России Дмитрия Никифорова «Энциклопедия начинающего мастера». В этой книге более полутора тысяч диаграмм. Они задевают все стадии игры, то есть это дебюты, миттельшпиль или середина игры, пиэнцшпиль или окончание. Всем рекомендую. Также хочу выразить благодарность за помощь в издании книги главе Федерации шашек Татарстана Сергею Владимировичу Степанову и к кандидату в мастера Миши Ковалеву из знаменитого города Саров, в котором родился православный пророк Серафим Саровский. Рассмотрим фрагмент из партии Кондрыченко-Семенов 2021 года. Сразу же видно, что у черных позиция хуже. У них застряла шашка H8. Поэтому белые начинают атаковать. ДЦ3. У черных есть два хода. ФЖ5 и АЖ7. Давайте рассмотрим оба. АЖ7 очень быстро проигрывает. То есть белые меняются назад. И выясняется, что простые ходы черных быстро проигрывают. То есть на ход ФЕ5 будет ЕД4 и белые прорвутся в дамки. А на ход ФЖ5 или АЖ5 белые играют ЕФ4 и также празднуют победу. Поэтому у черных остается единственный ход СБ6. Тогда белые нападают Б5. Приходится меняться. ФЕ5. Белые снова играют ЕД4 и прорываются в дамки с выигрышем. Черные рассчитали эти варианты, поэтому в позиции сыграли вместо АЖ7 ФЖ5. Белые меняются АЖ4. И вот здесь поставьте видео на паузу и попытайтесь найти сильнейший план игры за белых. Но кажется, что белым надо бить назад. Ну и партия постепенно закончится ничей. Но на самом деле это не так. Белые неожиданно бьют вперед. Ну и на ход ЖФ2 белые проводят стандартную жертву. ЕД4 и СД4. Видите, несмотря на отсутствие шашки, позиция белых намного лучше. То есть, жертва очень часто применяется в игре. Ее полезно запомнить. Черные вынуждены возвратить лишнюю шашку и играют АЖ7. Тогда играем АЖ5. Ну и здесь черные думали, что партия все-таки закончится ничьей. Они сыграли ЦБ6. Кажется, что надо нападать. БА5. Тогда черные также нападут. ЖС6. Ну и обе стороны пройдут в дамки с ничьей. Но белые здесь красиво пожертвовали вторую шашку и тихо напали. Ну и выясняется, что черным остается только сдаться. Вот такая красивая техничная партия. Следующий фрагмент из партии гроссмейстера Дмитрия Никифорова и мастера Виктории Иванус. Партия 2022 года. Ну также видно, что у черных позиция хуже. Видите, у них перекос по флангам. На левом фланге у черных 5 шашек, а на правом лишь 2. Поэтому белые начинают атаковать ослабленный правый фланг черных. ДЦ3. Теперь давайте рассмотрим два хода. ЦБ4 и АЖ5. ЦБ4 довольно-таки быстро проигрывает. Но здесь тоже очень красивый прием, который покажу за белых. Если черные играют ФЕ3, мы не идем в дамки. Мы играем АЖ3. В чем идея? У черных единственный ход ЕД6. Лучшего не видно. Тогда белые скромно играют ЦБ4. И у черных есть целых 3 ответа, но все они проигрывают. Смотрите. Если черные идут в дамки, то мы наносим удар по затылку. И остаемся с лишней шашкой. И выигранной позицией. Если черные играют, допустим, АЖ5, тогда также выигрываем шашку. Ну, здесь еще будут Н-шпили, конечно, но белые легко побеждают во всех возможных окончаниях. Ну и, наконец, если черные играют ЕД4, мы просто выигрываем шашку. Можно даже так еще подкинуть. Затем разменяться. Ну и белые легко побеждают. Поэтому в партии Виктория сыграла АЖ5. Очень сильный ход. Белые играют ЕД2. Подтягивают царскую шашку. Черные играют ЦБ4. Теперь, видите, друзья, еще такой момент. Нельзя было меняться вот таким образом, да? Только сейчас увидел. Потому что был удар по затылку. Допустим, так. Так. Ну и белые также побеждают. Вот такой интересный момент еще сейчас увидел. Прямо сейчас. Поэтому черные разменялись ЦБ4. Ну, белые играют ЖФ2, выжидают. Черным надо играть ЕД6. Лучшего не видно. Наконец-то белые начинают идти в дамки АБ6. Ну и простые ходы за черных быстро проигрывают. Но черные нашли очень красивое спасение. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти лучший ход за черных. Черные очень красиво сыграли ФЕ3. Контур-удар или так называемая присоска. У белых три варианта взятия, но все они ведут лишь ничей. Можете самостоятельно в этом убедиться. Так. Следующая позиция. Гроссмейстера, чемпион СССР Анатолия Чулкова. К сожалению, в позиции к выигрышу ведут два хода. СД4 и АБ4 и ЕД4. ЕД4 выигрывает довольно-таки быстро. То есть видите, грозит простая угроза ФЕ5. Поэтому черным приходится закрываться ФЖ7. Тогда мы играем ДЦ5 и грозим выиграть шашку Б4. Поэтому приходится отходить на А3. Ну и просто заходим в люпки ДЦ5 и неизбежно прорываемся в дамки с выигрышем. 99% шашистов, конечно, выиграли бы так. Но теми отличается гроссмейстер от обычного кандидата в мастера и даже мастера. Что он всегда видит чуточку дальше и чуточку больше. Белые сыграли СД4. Ну, кажется, не совсем удачный ход. Потому что черные отдают шашку и нападают ДЕ5. То есть надо вроде бы играть ДЦ5 и партия постепенно закончится ничей. У белых позиция будет даже хуже. Придется защищаться. Но, друзья, это же гроссмейстер, чемпион СССР Анатолий Чулков. Белые проводят очень красивую комбинацию. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти выигрыш за белых. Белые красивая игра ДЦ3. Отдаю две шашки. И затем также следует прием под названием присоска или контур-удар. Куда бы черные не побили, они проигрывают. Если бить одну шашку, то белые прорываются на преддамочное поле. Затем ставят дамку, отъедают шашку СССР и обрезают черных по большой дороге с выигрышем. Если же черные бьют две шашки, тогда следует красивый сквозной удар. Ну и белые празднуют победу. Очень красивая и техничная позиция, да. Ну и наконец, давайте рассмотрим партию 1954 года. Шмульян Миротин. Был разыгран дебют. Отказанная обратная городская партия. ЦБ4, ФЕ5 и Ф4. Черные нападают Б5 и белым надо меняться. Либо БЦ5, либо ФЕ3. Ну, может закрываться БЦ3. После размена черным пассивно бить на поле Е5 у них будут худшие позиции, поэтому неправильно бьют на Ж5. Ну и здесь белые подтягивают отсталую шашку АБ2. Черные нападают Ж4, ну и у белых есть два хода. ЕФ2 и ЖФ2. Белые избрали ЖФ2. Черные также подтягивают свою отсталую шашку А7. АБ6. Белые активизируют бортовую шашку, играют АБ4. Ну и после нападения БЦ5 у белых есть два ответа. БА3 и БА5. Белые избрали БА5. Вот здесь в позиции, конечно, правильно играть ЖФ6. Покажу интересные моменты из книги Литвинович Перчонок «Школа позиционной игры». Не могу удержаться, друзья. Очень красивые моменты. Но белым надо меняться. ФГ5. Две на две. Выбиваем, естественно, царскую шашку, а не шашку отсталую. Аж8. Бьем на поле Е7. И затем играем ЖФ4. Теперь у черных есть два ответа. ФЕ5 красиво проигрывает. Смотрите. Играем ФЕ3. И смотрите. Если черная игра отшаблона, а Ж7 подтягивает отсталую шашку, то у белых очень простой выигрыш. Играем БЦ3. Грозим напасть СД4. Поэтому приходится отходить на бортик СБ4. Тогда ставим угрозу выигрыша шашки. Играем СД4. Надо снова отходить. Ну, снова угроза ДЦ3. Она вот здесь уже неотразима. СБ4 следующий ход. И белые, конечно, легко побеждают. Но черные здесь могут сыграть красиво. Смотрите. Побороться еще за ничью. Они играют не АЖ7, а ФЖ7. Смотрите. Если теперь белые играют шаблона СБ4. БЦ3. Тогда играем СБ4. И вот здесь ход СД4 уже красиво проигрывает. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти сильнейший ход за черным. Черные неожиданно играют ДЕ5. И выясняется, что у белых снова три варианта взятия, но все они проигрывают. Убедитесь в этом самостоятельно. Тут ничего сложного нет. Но все-таки в этой позиции у белых есть выигрыш. Нельзя играть БЦ3. Этот ход плохой. Правильно играть ДЦ3. Теперь смотрите. Если черные нападают СБ4, мы проводим комбинацию. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти комбинацию за белых. Правильный ответ. Надо играть ЕФ2. И затем пожертвовать шашку А5. И вот только теперь мы проводим комбинацию. Ну и у белых выигранное положение. Конечно в этом положении сразу же проводить комбинацию без отдачи шашки А5 было нельзя. Так как видите, черные оставались с лишней шашкой. Вот такие интересные пироги. Также, друзья, в этой позиции у черных сильнейший ход АЖ7. И тут тоже есть интересные варианты. Смотрите. Белый играет ДЕ3. Черный играет Ж6. Видите. Позиция с параллельными шашками. Но у белых застряла шашка на поле АЖ2. Слабость. А у черных отсутствует царская шашка. Как говорится, у кого слабость более, так скажем, ощутимая. Белый играет БЦ3 и грозят на пассе ФЕ5. Поэтому черным надо нападать. СБ4. Ну и здесь в книге Литвинович Перчонок. Школа позиционной игры. Белым рекомендуется сразу же уравнивать игру. После вот такого красивого выпада. ФЕ5. У черных есть также три варианта боя. Но все они ведут лишь к ничьей. Но на самом деле, конечно, у белых был более сильный вариант. СД2. Грозим сыграть ФЕ5. Поэтому черным приходится играть БА3. Прошу прощения, не БА3, а ФЖ5. Тогда играем СД4. Надо отходить. Затем играем ДЦ3. Грозим СБ4. И черным приходится меняться. Белые бьют две шашки. Затем играют АБ6. Ну и здесь у белых ощутимое преимущество. Позиция черных находится на грани. Все-таки ничья сложнейшая есть. Но у белых позиция, еще раз повторюсь, намного лучше. Давидоневооруженным глазом. Но в партии Тааминга Литвинович белые ошиблись. Они сыграли СД4. Черные отходят. Ну и здесь надо было меняться до Е5, постепенно достигая ничьей. Но белые разменялись ДЦ5, думая, что у них позиция даже лучше. Но на самом деле это не так. Черные очень технично окружают центр белых. Смотрите, ФГ5. Ну приходится вываливаться ФЕ5. Тогда черные играют ФЕ7. Белые играют ЕД4. То есть на ход ЕД6 уже сыграют, допустим, ФЖ3. Тут ничего страшного нет. Ну вернее сперва СД2, а потом ФЖ3. Но черные все это предусмотрели и играют СБ6. Приходится играть СД2. И черные неожиданно меняются назад. Вот этот ход очень трудно предусмотреть было. И выясняется, что черные грозят сыграть либо БА5, либо АБ4 и прорваться в дамки. Поэтому у белых практически единственный ответ. ДЕ5. Тогда черные играют БЦ5 и снова нависла угроза СБ4 и АБ2. Поэтому белые играют ДЕ3. Черные играют ФЖ7. Выжидают. Ну и на ход СБ4 черные все-таки прорываются в дамки. Вот здесь снова поставьте видео на паузу. И подумайте, куда бы вы поставили дамку за черных. Оказывается, позиция с подвохом. Черные побеждают после постановки дамки на поле С1. Ну здесь довольно-таки простой выигрыш. А вот нельзя было ставить дамку на поле А1. Белые очень красиво выигрывали. Смотрите. ЕД2. Бой. Затем отдаем еще одну шашку и ловим дамку черных. И выясняется, что побеждают здесь уже белые. Такие интересные варианты. Ну и наконец перейдем к партии Шмульян Миротин. В партии было ФЕ7. Белые играют БЦ3. И грозят сыграть СД4. Ну и черные сыграли ЖФ6. Поставили, кстати, интересную ловушку, друзья. Смотрите. Белым надо играть ФЖ5. И вот здесь подумайте, куда бы вы побили. На поле Ж5 или на поле Е5. Оказывается, напрашивающийся бой на поле Ж5 уже красиво проигрывает. Черные играют ФЕ5. Приходится уходить на бортик. Затем связывают полностью левый фланг белых ходом СБ4. И у белых единственный ход ЖФ4. Тогда черные проводят несложный, но незаметный удар. Отдают шашку, пропускают белых в дамки АЖ7. И затем эту шашку ловят ДЦ5. И побеждают. Вот такая красивая ловушка за черных. То есть, в принципе, этот вариант можно играть за черных. Даже неоднократно выигрывать соперников. Но если белые знают, как тут правильно играть, конечно, правильно бить две шашки. Теперь на ход СД4. Черные играют либо ДЕ5, либо ФЕ5. В партии было ФЕ5. Ну, лучше побить на Б6. Ну и после хода Б7, белые стали очень красиво окружать центр черных. Они играют АЖ3. И затем ЕФ4. Ну, кажется, у черных вообще слабостей нет. Отличная позиция. Царская шашка есть. Отсталых шашек нет. Но, тем не менее, здесь черным надо играть аккуратно. Они сыграли ЕФ6. И белые сыграли ЦБ2. Правильно в этой позиции играть СД4. Мы его рассмотрим позже. А вот ход ЕД4 уже очень красиво проигрывает. Смотрите. Белые играют ДЕ3. Ну, надо играть ФЕ5. И белые играют ЕД2. Теперь у черных есть два варианта. Ход ЦБ6 проигрывает из-за жертвы. Также поставьте видео на паузу. И попытайтесь найти выигрыш за белый. Берем центр черных клещей. Играем ДЦ3. Ну, и после единственного хода БА5. Красиво жертвуем шашку ФЖ5. И играем ЖА4. Ну, и черным снова остается только сдаться. Спасения у них нет. В партии же был место хода... Так. Место хода ЦБ6. Ход ДЕ7. И здесь белые выиграли менее красиво. Они играют ДЦ3. Ну, и на ход ЕФ6. Красиво жертвуют шашку. АБ6. Ну, приходится бить вперед. И также нападают. ФЖ5. Ну, и черным остается только сдаться. Приличных ходов у них на сопротивление нет. Но, друзья, все-таки справедливости ради хочется отметить, что... Вот в этой позиции вместо хода ЕД4, да? Он проигрывает. Так, отмечу в красном. Правильно было играть СД4. То есть, вываливаемся в центр все-таки. Белые вяжут этот центр. Играют ДЦ3. И вот здесь черным надо было меняться СБ6. Белые нападают. ЕФ4. Ну, и ДЦ5, конечно, тут быстро проигрывает. ДЦ5. ЕФ4. Здесь белые побеждают с помощью оппозиции. 4 на 4. БА3 грозит нападение. Поэтому приходится обыграть БА5. Тогда играем ЕД2. ДЕ7. ДЕ3. ЕФ6. ЕФ4. Ну, эта позиция быстро выигрывается за белых. Но в этой позиции черные могли достичь ничей. И еще заставить белых обороняться. Надо было сыграть БЦ5. Размен. Белым надо играть ЕД2. Тогда теперь черные уже меняются. И гораздо более выгодно ЕФ4. Ну, и здесь единственная ничья у белых после хода БА3. Точный ход. Тогда играем ФЕ7. СБ4. Снова единственный ход. Закрываемся. ДЕ3. ФЕ5. БА5. Ну, и здесь после хода ЕФ4 белые также проводят стандартный прием, который полезно знать. Отдаем шашку БА5, АБ6 и проводим ударчик ФЕ3. И белые достигают ничьей. Друзья, вы можете приобрести эту замечательную книгу у Дмитрия Никифорова. Ссылочку на контакты Дмитрия оставлю в описании этого ролика и закреплю в комментариях. До свидания, друзья. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.